Организаторы итальянского кинофестиваля сделали всё, чтобы в этот вечер воссоздать атмосферу этой удивительной страны – ароматный кофе и десерты – под живое выступление Giuseppe Гуерчо. И это лишь только начало. Что же касается самого фестиваля, стартовал он с лекций профессора Giuseppe Лопорто, который рассказывал о художественных традициях итальянского кино. Сегодня мы говорили о традиции и современности в итальянском кино, о том, какую самобытность несёт в себе итальянское кино, каким задачам оно служит, как именно оно показывает настоящую итальянскую жизнь. Критики выделяют четыре основных направления итальянского кинематографа – реализм – художественный жанр на грани документального, фантастика в потоке повседневности, эстетическое направление, показывающее красоту во всех её проявлениях, а также кино как развлечение, незамысловатые сюжеты и характеры, в которых каждый узнает себя. Можно сказать о неореализме, с которого началась итальянская кинематографическая школа, которая появилась в 30-40-х годах. И если говорить о какой-то конкретной характеристике, которая присутствует в современном итальянском кино – это как раз реалистичное представление реальных пейзажей, реальной среды, съёмки непрофессиональных актёров, а настоящих живых людей. Эта тенденция неореализма трансформируется в различные течения, но она остаётся. О чём бы ни снимал итальянский режиссёр свою картину, в качестве одного из действующих лиц всегда будет пейзаж. В этом году у нас будет День Рима, где будут показаны три великолепных фильма, снятых как раз в римской обстановке. Фильмы одним из главных героев, которого является сам город, сам вечный город Рим. Также 17 февраля у нас пройдёт День Апулии. Это регион очень любимый многими, но очень мало познанный в кинематографическом плане. Сейчас как раз он начинает раскрываться, появляются новые сюжеты, новые пейзажи. По словам организаторов, интерес к итальянской культуре у челябинцев достаточно высокий, а значит, фестивальная неделя обещает быть успешной. Субтитры создавал DimaTorzok